В этом видео мы разберем инструменты для 3D в Dragon Frame. Я не буду углубляться сильно во все нюансы, которые нужно изучать для съемки 3D, но просто это слишком много. Я покажу вам, по крайней мере, какие есть инструменты для съемки 3D и что вам понадобится для съемки. Опять же, не буду разбирать все детально, а просто покажу базовые элементы, которые начинаются с двух экспозиций и настроек камеры. Вы можете обозначить их как L и R1, и эти значения могут переключаться вот этими кнопками. Это кнопки настройки стерео слайдера из Motion Control. Это все связано с Motion Control, но опять же, это совсем другая история. В Motion Control вы создаете 3D-экспозицию, которую можете настроить левый и правый глаз. Можно сделать несколько правых глаз, если хотите попробовать разные настройки 3D. В нашем случае у меня один, и он называется R1. Но часто бывает, что ставят L и R1 или R2, если нужна разная глубина 3D. Этот процесс подразумевает, что ваш левый глаз будет доминантным, если делать моно-версию вашего фильма. Некоторые делают правый глаз доминирующим, но в данном случае мне нравится снимать с левым. А правый глаз уже подстраивается и создает 3D-эффект. Именно так я работал и над мультиком «Маленький принц». Окей, давайте вернемся в окно анимации. Мы уже назначили наш левый и правый каналы, соответственно. Настроили экспозиции. Заблокировали экспозиции здесь, так чтобы, если мы вносили какие-то изменения, чтобы ничего не сбилось. Теперь, когда мы уже ознакомились с настройками, давайте перейдем к самим рабочим инструментам. В центре здесь кнопка «3D-снимок». И такой снимок создаст вид слева и вид справа. Опять же, вам нужно выбрать, какой из каналов, какой глаз и какая экспозиция. Буквы L и R – это наша экспозиция. Можно по ошибке поставить вид справа в настройке левого глаза, поэтому здесь будет L и здесь будет L, потому что вы не назначили правый глаз. Откуда Dragon знает, какой из них левый и какой правый? Но в этой программе столько конфигураций, можно назначить несколько конфигураций светов D-Max для разных каналов. Так что нужно точно настроить экспозиции для каждого глаза. Для левого и для правого. Теперь внизу есть интересная штука. Если вы впишете сюда межзрачковое расстояние, оно в миллиметрах, то оно автоматически меняет настройки и в Motion Control. Это очень удобно для быстрого тестирования разных межзрачковых расстояний без надобности постоянно переключаться. Сейчас у меня стоит 5 мм для R1. Я нажму на тестовый снимок, и оно сделает левый глаз. Затем камера передвинется и снимет правый. Мы сняли наш тестовый 3D-кадр, и Dragon Frame автоматически переключился в режим просмотра 3D. Фактически это два снимка в одном. Здесь отображаются синий и красный символы, которые указывают, что это 3D-снимок. И включен режим просмотра 3D. Здесь есть несколько режимов просмотра. Я предпочитаю анаглиф, черно-белый. Вам может понравиться что-то другое. Также все 3D-снимки в Dragon Frame могут быть просмотрены на телевизоре или проекторе со специальными очками. Итак, мы сняли наш кадр, и вы видите разницу между левым и правым глазом. Это синий и красный цвет. Когда вы настраиваете межзрачковое расстояние, вы устанавливаете глубину вашей 3D-сцены. Это не говорит о том, что они впереди экрана или позади экрана. Это настраивается уже другим процессом, который называется конвергенция. Конвергенция просто наслаивает правый вид на левый. То есть настраивает, будет ли ваш объект перед экраном на уровне экрана или же позади экрана. И чтобы проще было понять, как это работает, мы просто увеличим эту первую картинку и посмотрим, насколько есть разница. Если мы поставим так, чтобы не было разницы между левой и правой картинкой, сдвигая конвергенцию правого глаза, то оно поместит эту конкретную часть изображения на уровень экрана. Часто в фильмах персонаж находится на уровне экрана. Поэтому они настраивают нос или глаза друг на друга, так что эти объекты находятся как бы позади экрана. Вот эти сзади объекты находятся позади экрана. Прежде чем измерять глубину 3D, давайте снимем еще один для сравнения. Итак, у нас было 5 мм расстояние. Давайте сделаем теперь 3 мм. Я поменяю на 3 и сделаю кадр. Давайте возьмем наш второй снимок и настроим конвергенцию. Вы видите, что перед совпадает очень четко, а сзади совсем немного 3D. Если вы возьмете ближайшие объекты, настроите так, что не будет разницы между левым и правым глазом, то дальний объект будет более удален. Видите? То есть мы уже понимаем, что такое 3D в целом, но давайте измерим это значение. Включим этот инструмент, похожий на букву I. У нас появились такие вертикальные линейки. Можно немного увеличить, чтобы, наверное, лучше было видно. На этом снимке видно, что здесь совсем немного 3D. всего 0,3%. Разница между левым и правым глазом на этом дальнем объекте. И теперь, если мы переключимся на наш первый снимок с 5 мм расстоянием, то мы видим, что тут немного больше. Также мы видим, что разница 11 пикселей. Но это не те пиксели, которые на экране, и не пиксели изображения. На самом деле, это просто расчет, основанный на вашей композиции. Эта композиция настроена в 2К. Если мы, например, поставим 4К, то это будет уже 22 пикселя. И причина этому, потому что я заметил, что работая в команде на 3D проектах, всем нужно коммуницировать на одном языке значений пикселей. Даже если монтажеры работали в одном разрешении, на площадке мы работаем уже с тем, что есть на камере, все говорили, ой, мы на 10 пикселей вылезли. Или на 20 пикселей разница. Так что, таким образом, вы можете говорить на одном языке с командой. Некоторые из вас спросят, почему, знаете, обычно 3D это расстояние между глазами. Почему вы снимаете 2 мм, 3 мм, 5 мм. Это потому что, когда вы работаете в миниатюре, основное правило, как это, если бы мы уменьшили человека до масштаба, в котором снимаем и посчитаем расстояние между глазами, то получится как раз расстояние в миниатюре. Но никак не в человеческих масштабах. Это слишком бы далеко. Поэтому такие маленькие цифры. Еще одна рекомендация, которую нам дала легендарная компания Leica, это добавить вот этот инструмент. Их команда по StopMotion любит сравнивать изображения вот таким образом. Поэтому мы добавили этот инструмент в 3D-панель. Еще один интересный инструмент, так называемый плавающий край. Вот наша конвергенция. Мы уже это разобрали. Теперь плавающий край. И этот инструмент для одной очень конкретной проблемы в 3D. Если у вас есть объект на краю кадра, не обязательно объект, это может быть стена, например. Если она ближе к камере, чем объект съемки, то кажется, что он впереди экрана. Иногда лучше сделать так, чтобы этот край был действительно как бы перед экраном. Обычно вы этого не замечаете. Вы не видите, как этот экран выдвинут вперед, но это создает такое впечатление. Например, вам попал в какой-то в кадр какой-то блик на левом глазу, которого нет на правом. И вы видите, что здесь сдвигаете слайдер. Я подвинулся намного, обычно так не делают. Это придаст иллюзию такого плавающего края, когда вы в 3D очках. Это часто используют в 3D фильмах, чтобы придать визуальной легкости картинке. Disney тоже часто использует этот прием в 3D фильмах. Но я заметил, что некоторые стоп-моушн студии не любят использовать этот прием, поэтому они просто избегают любых предметов по краям кадра. Вот, собственно, наш инструмент. Эти инструменты конвергенции и плавящий край никак не влияют на ваши снимки. Так же, как мы не накладываем изображение с вашего правого глаза, мы не пытаемся забегать наперед до процесса постпродакшена. Поэтому мы знаем, что на больших проектах, да и на короткометрахтках, эти решения принимаются в последнюю очередь. Так что, касается режима просмотра анаглиф, некоторые используют зелено-красные очки. Или у вас есть красно-синие очки, но они перевернутые. У нас есть синий-красный, и у нас есть красно-зеленый на случай, если эти перевернуты. Это все доступные режимы просмотра 3D. Надеюсь, это вам помогло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...